Здравствуйте, это канал Процветок и с вами Пашкевич Анна. Начался сезон рассады и наверняка для многих из вас, как и для меня, возникает такой вопрос. Когда кормить рассаду? Как часто кормить рассаду? Какие основные ошибки не допустить для того, чтобы наша рассада хорошо развивалась? И поэтому в этом видео мы отвечаем на эти основные вопросы. Наверняка досмотрев его до конца, вы полностью сформируете ответы на популярные вопросы по подкормке рассады. Первый вопрос, который часто задают особенно начинающие садоводы и огородники, это когда же начинать кормить нашу рассаду? Природа предусмотрела и заложила в семя то питание, которое позволит развиться зародышевому корешку, под семидольному колену, двум семидольным листьям и даже первому настоящему листочку. Поэтому первую подкормку рассады мы будем совмещать с первой пикировкой. Если мы выращиваем наше растение с использованием такого приема, как пикировка, или мы будем подкармливать наше растение в первый раз, по мере того, как они сформируют 2-3 настоящих листа. Первая подкормка должна быть с акцентом на внесении таких элементов питания, как фосфор и калий, потому что фосфор это тот элемент, который способствует наращиванию корневой системы, а мы знаем, что рассада выращивается для того, чтобы наше растение сформировало хорошую развитую корневую систему, а не хорошую развитую наземную часть. Акалий будет являться тем элементом, который будет повышать иммунитет растений, а также он будет способствовать синтезу тех белков, которые впоследствии будут бороться с различным стрессом, когда уже наши растения выйдут или в открытый грунт, или, например, в теплицу. Самым простым и хорошим удобрением, которое содержит в себе фосфор и калий, будет являться монофосфат калия или калий монофосфат. Дозировка будет следующая. 10 грамм данного удобрения разводим в 10 литрах воды и проливаем наше растение. Также, если вы выращиваете рассаду с использованием такого метода, как пикировка, то не лишним будет внести дополнительно в объем земли, в которой вы будете пересаживать ваше растение, биологические препараты, которые, например, содержат триходерму. Потому что грибы рода триходерма способствуют формированию корней различного порядка, то есть являются как бы таким стимулятором корнеобразования. Второй вопрос, который плавно перетекает из первого, звучит как «А сколько же раз кормить нашу рассаду?» Все зависит от того, какой грунт вы подобрали или скомпоновали для развития рассады. Все будет зависеть от того, какие удобрения у вас есть в наличии и, собственно, от тех условий, в которых растет и развивается ваша рассада. Но имейте в виду, что чрезмерное внесение удобрений на любой рассаде не приведет ни к чему хорошему. Поэтому минимальное количество подкормок это 2, а максимальное 4. Ведь рассада это фактически растение, которое у нас на протяжении только 50-60 дней находится в рассадных стаканчиках. И если мы начинаем кормить наше растение где-то на третьей неделе выращивания, то через каждые 10 дней как раз получится максимум 4. Итак, если первая подкормка у вас была в основном содержанием фосфора и калия для наращивания корневой системы, то вторая подкормка может содержать уже в себе такой элемент питания, как азот. Поэтому подбираем либо комплексное удобрение с приблизительно одинаковым содержанием азота по формуле, либо можем брать любое азотсодержащее удобрение, но смотреть, сколько этого элемента находится в данном удобрении. Хорошим азотсодержащим удобрением на стадии рассады признана аммиачная селитра, в которой содержание азота от 26 до 34%. Поэтому, как я уже сказала, максимум 10 грамм данного азотсодержащего удобрения растворяем в 10 литрах воды. И это может быть нашей второй подкормкой. Если вы используете какую-нибудь прозрачную емкость, в которой хорошо просматривается развитие корневой системы, и вы видите, что она недостаточно развилась, то тогда во вторую подкормку необходимо также предусмотреть внесение фосфора и калия. И таким образом снизить содержание азота и приблизительно такое же содержание фосфорокалийного удобрения. Например, это может быть 5 грамм аммиачной селитры и снова 5 грамм монофосфат калия. Растворяем все в 10 литрах воды и проливаем наше растение. Третье и по необходимости четвертая подкормка также может содержать сравнительно в равных соотношениях азот, фосфор и калий. Но необходимо понимать, что, например, перцы, баклажаны и те же томаты будут нуждаться в таком элементе питания, как магний. Поскольку мы знаем, что магний участвует в процессах фотосинтеза, а, как правило, к концу выращивания рассады уже нарастает достаточно верхняя часть, то тогда необходимо предусмотреть и внесение магний содержащих удобрений. Поэтому в третью и в четвертую подкормку включаем, например, комплексное удобрение с одинаковым содержанием азота, фосфора, калия и также дополнительно вносим магний. Или мы можем вносить магний в виде такого удобрения, как сульфат магния. И тогда, например, мы можем комбинировать 5 грамм аммиачной селитры, 5 грамм монофосфата и 5 грамм сульфата магния. И тогда мы возьмем уже суммарно не 10, а 15 грамм, а мы можем позволить себе это сделать, поскольку рассада уже будет достаточно сформированная для того, чтобы получить большее количество удобрений в третью или в четвертую подкормку. Третья особенность, которую необходимо предусмотреть при подкормке рассада, это исключить чрезмерное питание. Как я уже сказала, минимальное количество подкормок может быть 2, максимальное 4. Обязательно смотрим на состояние растения, анализируем состав того грунта, в который мы высадили наши растения, на те минеральные компоненты, которые мы вносим. И помним, что растения на стадии рассады развиваются в достаточно ограниченном объеме почвы. И когда мы вносим любое минеральное удобрение, то вся корневая система пропитывается им, вся корневая система увлажняется и на какое-то время прекращается кислородное дыхание корней. Что касается взрослого растения, то при любом внесении питания, только порядка 30% корней задействовано в процессах всасывания. Оставшиеся же 70% спокойно дышат, растут, развиваются. Поэтому чрезмерное внесение минеральных подкормок в стадии рассады будет способствовать в первую очередь кислородному голоданию корней и во вторую очередь засолению этого небольшого объема почвы, в которой развивается корневая система. Если вы только начинаете выращивание рассады, если вы не совсем уверены в качестве удобрений или в том количестве, которое вы вносите под свои растения, то предусмотрите четвертую особенность при подкормке нашей рассады. А именно выберите себе пару опытных растений, на которых вы будете первоначально вносить любые подкормки, смотреть на то, как они будут отзываться на них и затем принимать решение через пару дней, стоит ли именно этими удобрениями, именно в той дозировке, в которой вы их внесли, впоследствии обрабатывать всю вашу рассаду. Пятая особенность подкормки рассады желательная, но не обязательная. Это вынесение минеральных удобрений в жидкой форме и также при возможности подбирать комплексное удобрение, которое содержит в себе микроэлементы. Поверьте, нашей рассаде на стадии 2, 3 и 6 настоящих листьев крайне необходимы такие элементы, как магний, цинк, бор, железо. Поэтому обратите внимание именно на комплексное удобрение содержания микроэлементов. Хорошо для этого подходит кристаллон специальный. И помните, что рассада будет лучше отзываться на внесение элементов питания, если вы будете это делать в утренние часы. Если мы будем вносить питание в вечерние часы, то наши растения будут в темновую фазу фотосинтеза крайне плохо или вообще не будут усваивать элементы питания. И они просто будут засаливать тот ограниченный объем грунта, в который мы выращиваем наше растение. Уверена, что после просмотра данного видео у вас не останется никаких вопросов по подкормке рассады. Ведь это очень просто. Оставайтесь на канале Процветок, где мы будем отвечать на все актуальные вопросы. До новых встреч!